Добро пожаловать на программу Весть Карачаева-Черкесия. События среды в репортажах наших корреспондентов. Накануне в поселке Домбай в районе Ледника-Алибек в результате происшествия погибли две туристки. Одна получила серьезную травму. По поручению главы республики на место происшествия незамедлительно выехали заместители председателя правительства Хазыр Чекуев, начальник управления по АГО ИЧС Роберт Алвотов. Также на место экстренно выехал начальник главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесии Александр Галакаленко. Спасатели эвакуировали пострадавших. Им оказана была вся необходимая первая медицинская помощь. Туристическая группа, вышедшая на этот маршрут, не была зарегистрирована в подразделении МЧС. На территории вокруг Ледника в настоящий момент нет других туристов. Опасность никому не угрожает. В ближайшее время проход по маршруту в данном направлении будет временно приостановлен для других туристов, пояснил начальник управления по АГО ИЧС Роберт Алвотов. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимреза выразил искренние соболезнования родным и близким погибших туристок, а также обратился к жителям и гостям республики с просьбой соблюдать меры безопасности, находясь в горах. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение прокуратуры Карачаевского района. Организована проверка в связи со сходом Ледника в поселке Домбай. Прокуратура Карачаевского района Карачаева-Черкесской республики организовала проверку в связи со сходом Ледника в Олибекском ущелье в поселке Домбай. Обстоятельства случившегося выясняются. Действия на месте координируются районной прокуратурой. В ходе надзорной проверки будет дана оценка действиям уполномоченных органов. При выявлении нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Эдагихабльская центральная района больница по программе модернизации получила из резервного фонда легковые автомобили и аппарат ультразвуковой диагностики. Насколько это облегчило работу сотрудникам лечебного учреждения в репортаже Карчибиджеева. Новую технику ждали с нетерпением и вот она прибыла. В центральную районную больницу Адагихабля поступил современный аппарат УЗИ и три легковых автомобиля. Больница очень ждала такого обновления и, как говорят врачи, работать стало намного легче и комфортнее. Ведь раньше добираться до пациента было в разы труднее, а аппарат УЗИ не имел расширенных функций. Теперь больных можно обследовать на дому, а также увеличилось и количество исследуемых пациентов. Аппарат удобен в использовании тем, что на мониторе имеется сенсорная панель управления режимами. Датчики к нему прилагаются конвексные, линейные и внутрополосные датчики, что позволяет нам проводить исследования в акушерстве, гинекологии, в исследовании органов брюшной полости больных. Мы очень рады, что получили этот аппарат. Этот аппарат нам очень облегчил наш труд. Ежедневные выезды терапевтов и педиатров стали в разы быстрее, а еще и удобнее. Полученные машины – это для больного и для нас благо. Раньше приходилось задерживаться, так как легковые автомобили ломались. Но сейчас такой проблемы нет, и мы быстро можем добираться до пациента. Эти машины предназначены для мобильного передвижения врачей на дом, а для транспортировки больного у нас есть новые скоростные медицинские машины, рассказывает участковый терапевт. В половину дня, если нетемпературящие, хронические больные, во вторую половину дня выезжаем. Конечно, ежедневно, по многу вызовов даже бывает. Тем более сейчас, в период коронавируса. В этом году Адыгихабельская ЦРБ также получила автомобили скорой помощи, оснащенный всем необходимым медицинским оборудованием, аппаратами ИВЛ, ЭКГ. Все для оказания первой помощи при ДТП и даже при принятии родов. Машины оснащены всем необходимым и удобны для больных, для нас. В общем, все удобства. Конечно, очень благодарны и правительству Российской Федерации, и нашему правительству, что выделили нам транспорт. Разница чувствуется сразу. Обслуживание вызовов стало эффективным. Пять терапевтических участков. И везде нужно успеть. Наша работа нам нравится, рассказывает Евгения. Мы можем лечить своих пациентов и протягивать им руку помощи. Карчабиджиев, Расул Бердиев. Вести Карачаева, Черкесия. Адгихабльский район. В республике продолжается вакцинация от коронавируса. Работают медицинские пункты, а также мобильные, в которых можно привиться без предварительной записи. По сегодняшним данным, мы очень неплохо смотрится, республика на фоне остальных наших соседей по СКФО. Но зато весь СКФО вместе с нами очень плохо смотрится на фоне Российской Федерации. То есть вакцинация у нас плохая. Скажем так, 30 до 30 процентов населения только вакцинировано. План подняли с 60 процентов до 80 взрослого населения. А у нас вакцинировано только 30. То есть нет никакой прослойки иммунной, которая дает возможность прекратить пандемию. Очень важно вакцинировать взрослых. Вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 46 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших составило 24 729 человек. Из них 22 127 выздоровели. 538 человек госпитализированы. МЧС информирует. 16 и 17 сентября местами по Карачаево-Черкесии ожидается сильный дождь с грозой и градом. На реках подъем уровней воды местами до неблагоприятных отметок. В горах сход сели малого объема. Прогноз погоды на завтра дополнят наши синоптики. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь в отдельных районах сильный с грозой и градом. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 9-14, в горах до плюс 8, а днем 18-23. И в горах местами 12-17 со знаком плюс. В черкесске ночью без существенных осадков. Днем кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный 5-10, температура ночью 12-14, а днем 19-21 градусов тепла. Спешите с 18 сентября в Кисловодском цирке уникальная программа «Экзотик-шоу Али Врувер». Ветские меха в Черкесске. Шубы по низким ценам в рассрочку. Куртка в подарок. Торговый центр «Панорама». Первый этаж. Существует множество способов сделать предложение. Но главное, что вы решились. Саша? 585 золотой. Тысячи причин услышать «Да». Это «Большие вести». В прямом эфире мы продолжаем. Карачаево-Черкесия вошла в десятку регионов и лидеров по производству тепличных овощей. С начала года в теплицах республики собрано более 34 тысяч тонн овощей. В том числе урожай тепличных огурцов, томатов и баклажан. Агрокомбинат «Южный» является самым крупным в России. Минсельхоз в стране ожидает сохранения положительной динамики по итогам 2021 года. И по прогнозу, урожай в зимних теплицах может превысить нынешние показатели. В Карачаево-Черкесии стартовал первый отборочный этап всероссийского конкурса «Народный участковый 21». Жители могут проголосовать за лучшего участкового у полномочного полиции. В первом этапе конкурса принимают участие представители территориальных органов МВД России на районном уровне. Отбор конкурсантов будет проходить до 20 сентября. Проголосовать за своего кандидата можно на сайте МВД по Карачаево-Черкесии. На данном этапе граждане выберут одного участкового у полномочного полиции, который пройдет во всероссийский этап конкурса, который состоится также в режиме онлайн-голосования с 1 по 10 ноября на сайте МВД России. Так будет определён победитель всероссийского конкурса «Народный участковый страны». Народное декоративно-прикладное искусство «Войлок» и «Вышивка» – всё это переплетается с национальной культурой Карачаева-Черкесии. Основная цель – не только сохранить древнее ремесло, но и научить молодёжь прикладному искусству. Шерифат Лепшокова расскажет подробнее. Саса Мещезова – мастер декоративно-прикладного искусства. Педагог из Карачаевска на свою первую выставку она подготовила более 40 работ, в каждой из которых – частичка её души. Водочное искусство в последние годы переживает свой ренессанс. У людей растёт интерес к самобытной культуре народов Кавказа. В работах с Ассой Мещезовой можно с лёгкостью угадать горские мотивы, её любовь к истории и традициям. Вдохновляет мастерицу и природа. Красивая у нас природа. Потом животные. Это тоже прямо вот они мне братья и сёстры. Это не просто слова. Вы, наверное, видите, что я и глазки их люблю смотреть, заглядывать им в глаза. И меня очень трогают животные в природе. Ну и тему, конечно, когда я подбираю, это один из первых таких важных моментов. Мне душа говорит – давай в этот раз это. И я готовлюсь. Впервые с техникой войлока Саса познакомилась, будучи студенткой художественно-графического факультета Качакова. И сразу полюбила этот вид искусства. Её увлечение – поддерживать семья. Валяние войлока – это ещё и нелёгкий физический труд. Поэтому Сасе помогает супруг. Техника сама у нас сложная тем, что всё-таки основной объект у меня должен быть. Просто вот, к примеру, лес без живых, там без человека, без животных, как-то он, наверное, чуть не живой будет рисунок. Потому что это цвета не передаются же, чёрно-белая, как чёрно-белая фотография. Но если есть уже сюжет, он, конечно, трогает души и западает. С этим сложно поспорить. В работах мастерицы чувствуется её неравнодушное сердце. Наша республика славится своими мастерами. Слава Богу, у нас есть и мастера, которые передают традиции, передают их детям. Вот такие работы, которые помимо этих музейных стен украшают ещё и дома многих людей, которым они были подарены. Кто-то их себе в коллекцию покупал, будут передаваться из поколения в поколение, потому что это действительно настоящее произведение искусства. Саса Мещезова много выставляется в родном Карачаевске. Её работа всегда в экспозиции представляющих округ. Начальник местного отдела культуры Шамиль Хубиев дал высокую оценку работам мастерицы. В нашем округе это значимое событие. Мы живём на благословенной земле, которая издавна привлекает к себе внимание богатейшей духовной и материальной культурой разной языки в таких близких друг к другу народах. Приступая к творческой деятельности, Саса Беляловна опирается не только на опыт предшественников, но и старается каждый раз найти своё собственное оригинальное решение. Организаторы выставки надеются, что экспозиция поможет увлечённым людям по-новому раскрыться и привлечёт внимание к многообразной культуре Кавказа. Шерифат Лепшокова, Расул Бердеев, Вести Карачаева, Черкесия. Так и была среда в Карачаево-Черкесии. Прямо сейчас продолжение сериала «Частная жизнь». Приятного просмотра и ждите везде. Редактор субтитров А.Семкин